Андрей, ну, во-первых, добрый день, еще раз. Очень приятно вас видеть здесь и большое спасибо, что уделили свое время на ответ на наши вопросы. Мы тут собрали буквально там 2-3 вопросы, которые наиболее, наверное, популярны в сети. Очень много людей спрашивают. Ну, первое, наверное, заключается в том, что Лаи объездила достаточно большой, большие куски мира, можно сказать, да, было в многих местах. И, тем не менее, вот спрашивают очень часто, есть ли какие-то еще перспективные объекты, в которых можно было бы найти следы древней высокоразвитой изолизации. Честно говоря, ни в коем мере не хочу принижать заслуги нашей лаборатории, альтернативной истории. Но, если положа руку на сердце, мы очень мало видели. Все-таки мир большой. И деятельность лаборатории за последние 15, а может даже больше 17 лет, да, проделана огромная работа, но этого недостаточно, чтобы говорить, что мы объехали весь земной шар. Нет. Еще столько осталось потайных мест, о которых мы либо знаем, либо даже не подозреваем. То есть перспективы на будущее выше крыши перспективы. И здесь я даже не могу сказать однозначно, потому что и территория нашей страны, особенно за Уралом, и Юго-Восточная Азия, и острова Тихого океана, где огромное количество мегалитических построек, которые путешественники видели, фиксировали, даже фотографировали там в начале 20 века, ну, это просто такие объективные причины. Добраться, допустим, в Полинезию очень сложно. Была экспедиция в Японию, там скрылся такой объем материалов, да, по мегалитической теме. А это же уходит все на юг, в Тихий океан. Если попытаться попасть в Северную Америку, где нашей темы как бы нет, она есть. Это как в фильме. Ты суслика видишь? Нет, а он есть. То есть любой сектор земного шара, включая Австралию, представляет интерес с точки зрения деятельности лаборатории. Это вопрос чисто физических возможностей. Ну и именно физических, потому что финансовые, они второстепенные. Потому что выбрать из своей жизни там месяц на экспедицию, это сложно. Для этого нужно быть абсолютно, как сказать, независимым энтузиастом, фанатиком. Оставить дома семью, работу. Потому что действительно вот единственный серьезный минус в деятельности нашей лаборатории – это нехватка времени. Потому что 2-3 недели на экспедицию – это совершенно недостаточно. Нужно делать экспедицию на 2-3 месяца. Но все мы живые люди, мы имеем социальные обязательства, семья, работу и остальное. Но я надеюсь, что случится такое. И будет у лаборатории нормальная экспедиция, полугодовая. Неважно в какой регион мира. Может быть на Камчатку. На Камчатку на полгода, конечно. Там сезон, и следствие столько не длится. Но перспектива – море. Спасибо. Следующий вопрос. Вы в этом году были в Египте. И какие из ранее исследованных мест удалось посетить? И если были такие места, то будет ли по ним фильм новый? Ну вот за последние полгода я был два раза в Египте, в ноябре, в январе. В общем-то был стандартный маршрут, потому что ездили группы с группами. Но действительно удалось попасть. Попасть удалось в ломную пирамиду. Я там не был. Я был внутри пирамиды Джоссера, наконец-то. А там очень простая ситуация. За деньги можно попасть. 500-600 долларов. Но при этом гид, ну местный работник, и три человека. Ни четыре, ни пять, ни в коем случае. То есть больше четырех – это уже куча. И он боится. Ни за деньги, ни за оговоры не берет. Поэтому последний раз в январе пришлось разделиться. Кто-то пошел в пирамиду Джоссера, вот я туда попал. А кто-нибудь не пошел в пирамиду Джоссера, попал в ломную пирамиду. И сегодня будет доклад, по-моему, завтра на лоб про ломную пирамиду. Там тоже море непаханное. То есть пирамиды Джоссера нам местные ребята там вовсю копают. То есть путешествие как бы по галереям пирамид Джоссера. Мы там встретили 30 или 40 человек. Они расчищают, они работают там. И нас еще завели, нам повезло, на 10 метров глубже тех помещений, которые имеются на схемах и картах. Их только раскопали за последние три года. Показали два алибастеровых саркофага. Специально там подставали фонарик. То есть такая изумительная стенка толщиной 20 сантиметров. И фонарик через алибастер, луч, виден, ловится. Он не имел ни надписи. Никаких. То есть он не датирован. Его припишут, наверное, если опубликуют. Если опубликуют. Припишут какой-нибудь там 8, 9, не, 12, 13, жене Джоссера или племяшке какой-нибудь. Ну нет надписи. Он не датирован. Технология бесподобная. То есть он с стенки саркофага, алебастрового, настолько идеальный. Ну как панель современного телевизора. В нее можно смотреться. И он прозрачный. Работы ведутся. Но будет ли эта информация опубликована и доступна для исследователей? Я, честно говоря, не то, что не уверен, а очень сильно сомневаюсь. Какое-то видео планируется по этой поездке? Ну, по-моему, он лишь сделал про пирамид Джоссера. Ну вот я не помню. Дело в том, что когда мы спускались в пирамид Джоссера, у меня не было ни фотоаппарата, ни камеры. Я играл роль спины. То есть у оператора была маленькая камера, а я должен был ходить вот так вот в коридорах, загораживать, чтобы сопровождающие, местные рабочие не увидели, что мы снимаем. Ну, партизанщины. И, наверное, последний вопрос. Вы не так давно были в Камбодже. Я так понимаю, в рамках проекта «Достояние планеты», да? Попадались ли вам следы, которые можно было бы отнести к древней высокоразной цивилизации? Это во-первых. И во-вторых, как вы считаете, есть ли свидетельство существования контакта между представителями древних культур Южной Америки и Юго-Восточной Азии? В Камбодже был осенью 15-го года. Потрясающая страна. Всем чрезвычайно рекомендую, потому что памяти Камбоджи, они просто по вкусу носят. Но с точки зрения, скажем так, темы древних или до потопов цивилизации, на мой взгляд, это не имеет никакого отношения. Действительно, раннее Средневековье, там, 12-13, ну, начиная с 9-го до 13-го века. Просто люди древние, их не нужно считать какими-то простыми землетельцами, пахарями, да, или кочевниками. Они умели работать, они очень многое знали. Более того, общество даже в Средневековье и в Юго-Восточной Азии, в Китае, в Индии, на территории нашей страны, в Европе, буквально там тысячу лет назад и даже меньше, сохранялась древняя традиция. То есть она была просто очень замкнутой в рамках отдельных орденов. У нас это были волхвы. В Европе, скорее всего, я имею в виду католическую Европу. Эту традицию приватизировали иезуиты, ну, Ватикан. А иезуиты — это как бы острый меч. Ну вот, это, ребята, все это сохраняется и все это можно увидеть в архитектурных остатках, в произведениях искусства, будь то живопись, будь то скульптура. Потому что Ангкор-Ват, который считается самым древним, в смысле, самым крупным городом, ну, там, 13 века в мире, ну, это, на мой взгляд, немножко такой туристический прием. Не был он самым крупным городом. Если считать площадь, там, в радиусе 40 километров, ну, это Москва и Московская область. Ну, это же не столица. Московская область — это не столица. Она связана с городом, со столицей, с мегаполисом. Но считать жителей Подмосковья, жителям Москвы, и говорить, что Москва — самый большой город в мире, ну, тогда-то так и получится. Он будет, ну, Москва, если считается Подмосковья, он будет больше Токио, больше Мехико. То же самое с Ангкор-Ватом. Это огромная территория. Ну, это храмовый комплекс, дворец, сакральное место, а вокруг рисовые поля. Вот. И если и на каждом километре, сейчас уже не сохранилось в большинстве случаев, стоит храм, ну, то же самое у нас. Село, храм, часовинка, как минимум, церковушка. Это прием туристический для Камбоджи. Ну, там действительно столько количества туристов, по-моему, 2 миллиона человек в год. Счет Ангкор-Ват. Ну, я хотел сказать о другом. Ангкор-Ват не имеет, как бы, схему, не имеет пирамиды. Пирамиды стоят рядышком, в одном километре, ступенчатые. Если человек, как бы, не сильно разбирается в древней истории, там, в архитектуре, может подумать, что это мексиканская пирамида. Просто идеальная пятиступенчатая пирамида, но сверху стоит ступа в Мексике. Другие храмы. Но один в один. Вопрос о контактах между Юго-Восточной Азией и Мексикой. Я уверен, что они были и тысячу лет назад, и две тысячи лет назад. Но контакты были спорадические. То есть люди доплывали, были, может быть, какие-то миссионерские экспедиции, что-то привозили. Но не следует из этого вводить одну культуру из другой, не делать прямую зависимость, что, допустим, культура древних миров выросла благодаря влиянию культуры майя. Нет. Они шли параллельно, развивались. Здесь контакты существовали, но за счет расстояний они были спорадическими. И в Камбодже, там же, кажется, есть изображение знаменитое динозавра, стегозавра, да? Ну, похоже что-то. В Татрове храм, который считается одной из жемчужин древней архитектуры Камбоджи, действительно есть такая вот палеточка, там изображен динозавр, стегозавр. Динозавр не похоже, а на нормальности газавра, сейчас, честно говоря, не вспомню, сверху цапля, снизу буйвол. Ну, я думаю, здесь как бы объяснение очень простое, потому что Топром, собственно говоря, как и остальные храмы Анкуровата, это была такая комсомольская стройка, что называется, пригоняли мастеров со всех концов света, даже с острова Ява привозили мастеров, чтобы они принимали участие в строительстве такого гигантского комплекса. И кто-то из художников, это просто мое предположение, просто один из художников выбил изображение страшного зверя, которого он видел у себя в джунглях. Может быть, на острове Ява, может быть, в Китае. Это единичный экземпляр. Больше таких изображений динозавров в Камбодже я не встретил, сколько не искал. Но единичное изображение, его просто невозможно вставить как бы... То есть для любого исследования необходима серия данных. А тут одно. Но она настолько реалистична, что здесь нельзя говорить о какой-то фантазии средневекового художника. Или тем более о том, что он видел какие-то кости и потом выреставрировал. И он видел его живьем. Но откуда происходит, так сказать, ноги растут, скажем так, по-простому. Из Китая, с островов Тихого океана. Мы не можем сейчас говорить. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok